Приветствую вас, и сразу хочется сказать, что нельзя быть с несколькими мужчинами сразу. Как сказал вам мой коллега, который отвечал вам, вторым, зачем встречаться с двумя, чтобы в итоге остаться ни с чем. Но как выбрать? Начинал и здесь, а коллега опять был прав и сказал вам, что необходимо уединиться и прислушаться к себе. Но для чего? Начал этот момент, стоит немножечко пояснить. Дело в том, что мужчин, вы воспринимаете, скорее всего, по-разному. Один предпринялся в любви, познакомился с мамой, дали подарки, и вы ему все сказали, что есть чувства к другому. Но, с другой стороны, вам и с другим человеком тоже приятно. Так вот, правда заключается в том, что если одного мужчину вы воспринимаете как следствие, как следствие ваших интересов, как следствие, собственно говоря, регультат ваших потребностей, как форму ваших потребностей. И он вам дает именно то, что необходимо для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо. А другого мужчину вы сам хотели бы, возможно, сделать счастливым. Так вот, для отношений именно с точки зрения гармонии, долгосрочности, крепкости и так далее, лучше выбирать того мужчину, который как раз таки может вызывать у вас желание делать его счастливым. А тот мужчина, который в большей степени удовлетворяет ваши потребности, с ним вам будет хорошо до определенного момента, до определенного периода времени. Условно говоря, до тех пор, пока эти потребности актуальны. Как только их актуальность спадает, то и привлекательность молодого человека тут же падает. Но вам нужно определить, что это для вас вообще-то говоря важнее. То есть, для каждого человека важно все это свое. То есть, одному человеку, например, важно это самое желание делать счастливым другого. Другому человеку важно именно получать от кого-то что-то для себя. Понимаете? То есть, ситуация именно такова, что здесь нужно ориентироваться на свои потребности. Идем дальше. И скажем следующее. Что, если молодые люди, каждый дает вам одно и то же. То есть, например, двух мужчин вы хотите сделать счастливыми. Или от двух мужчин вы только лишь получаете что-то для себя без стремления сделать их счастливыми. Такое точно бывает и в этом нет ничего дурного. То тогда определяется степень. Определяется уровень. Определяется сила. Сила потребности ее степень. То есть, степень вашей эмоции. Степень вашего, ну, скажем так, степень вашего переживания. По поводу, собственно говоря, мужчины. Вот. Значит, исходя из этого, исходя именно из подобных моментов, вам и нужно, условно говоря, принимать решение. Постарайтесь все-таки действительно помнить вашу вещь о том, что, ну, действительно нельзя быть с несколькими людьми, нельзя быть с двумя мужчинами, нельзя быть, нельзя усидеть на двух стульях, но можно выбрать того, кто вам больше нравится, кто вам больше по душе. Конечно, объективно, объективно, нужно заметить так, что выбор вам лучше принимать, ну, на какое-то время действительно опустив обоих мужчин от себя, чтобы ваше восприятие, чтобы ваше восприятие, оно не было, ну, замылено, зашворено, да, и так далее. Чтобы все-таки, все-таки, ну, вы, знаете как, могли свежим взглядом оценить то, что происходит. И вот уже на основании этого, вы бы и приняли бы решение. Это, пожалуй, было бы для вас самым таким оптимальным вариантом на мозге, самым хорошим, самым правильным, самым верным и беспроигрышным вариантом. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Зажелаю вам всего самого доброго и удачи.